Неизвестные, представляясь сотрудниками Акимата, предлагают повладарцам заполнить анкеты с указанием всех личных данных, включая номер удостоверения. В ситуации разбирался Тимофей Голев. Светлана Першина говорит, у нее до сих пор двойственное ощущение. Женщина не может понять, имеют ли право сотрудники Акимата опрашивать людей путем анкетирования и почему для этого необходимо предоставлять личные данные. В бланке нужно заполнить фамилию, имя, отчество, номер удостоверения личности или паспорта и согласие за или против с подписей о переименовании города повладар на сэрку. Это меня настораживает, чтобы я указывала свои номера удостоверения, чтобы не получились никаких афер, мошенничеств. По анкетированию и сбору подписей заявляем, что работники Акимата не ходят по квартирам и не собирают никаких подписей. На сегодняшний день я не могу сказать, кто это делает. В отделе культуры говорят, переименование городов, населенных пунктов и улиц обсуждается только на публичных слушаниях. Сообщается о них за 30 календарных дней до даты проведения. Это в компетенции маслехатов. Чиновники признают, вопрос обсуждают в социальных сетях активисты, но официального обращения не поступало. В этом году у нас в связи с проведением переписи населения есть четкое указание и документ с Министерства национальной экономики, согласован с администрацией президента Республики Казахстан, о приостановлении работы в сфере аномастики с 1 января по 31 декабря. То есть в этом году этот вопрос не будет подниматься и не будет даже подано на обсуждение. Кстати, что касается тревоги, Светланы Першиной в департаменте полиции сообщили, к ним заявлений не поступало. Вопрос взяли на контроль. А вот 13 улиц в Павлодаре, переименование которых было поддержано в конце прошлого года, одобрила Республиканская аномастическая комиссия. Но пока они носят прежние названия. Не вышло решение областного маслехата, соответственно, не было регистрации в органах юстиции. Процедура займет 2-3 месяца. Переписывать карты и путеводители противопоказано. В одну организацию уже направили письмо с просьбой не путать.